Итак, у нас сегодня несколько дополнительных лучей, которые пришли и появились. Я не знаю, можно ли их считать дополнительными, но они появились как бы для работы. И одним из первых я предлагаю разобраться с кетерными лучами, тем более, что мы проходим сферу кетер. Это лучи единого Бога. Когда человек соединяет в своем сердце все свои тонкие тела, то его взгляд обретает свойство кетерных лучей. Обратите внимание. Взгляды человека обретают свойство кетерных лучей. То есть, если мы освоим эти лучи, то своим взглядом мы можем нормировать мир вокруг нас. Это как новое дыхание любви. Эти лучи очищают небо, расширяют горизонт восприятия действительности. Попадая на сгустки негатива в организме человека, лучи прожигают их. И из прожженных сгусток врывается и распространяется яркий белый свет. Благодаря этому свету восстанавливается и усиливается энергетика организма. Как будто внутри у него возник разноцветный фейерверк. И благодаря этому фейерверку все клетки организма получили энергетическую помощь. Это, по сути дела, ну как бы основа дальнейших углублений и разработок. Вот мы сейчас их запустим, вы их посмотрите и начнем озвучивать, что вы увидели. И благодаря этому технология выстроится во всех своих, так сказать, ну, тональностях, если можно так сказать. Тем более, когда мы говорим о лучах света. Тональностях света. А тональностей много, миллионы. Это лучей столько и семь. А тональностей миллионы, никак не меньше. Вот. Сейчас произнесем три волшебных слова. Вы их знаете, да? Ансвейдрай. И начинаем смотреть. Раз, два, три. Ансвейдрай. Продолжение следует...